всем привет маленький маленькое видео запишу и мы здесь с вами поговорим о планировании задач по нашим дилерам я давно хотел от видео записать учета как-то вот все руки не доходили не доходили его тут дошли до клавиатуры давайте на примере антиток рассмотрим наши задачи очередность их исполнения для того чтобы а мы каждый понимали какую задачу мы делаем б в какой очередности и c чтобы у нас все эти задачи попадали в отчеты по проделанной работе я не знаю кто какие отчеты сдает но лично я вот отчеты делаю из задачника соответственно задачи мне звонок ну-ка реклама нафиг вот соответственно задачники я у меня отмечается сад и вся задача как бы да и я ее фиксирую фиксирую в конце месяца отчет достаньте от меня звонки так в общем да идея идея простая мы значит делаем параллельные какие-то работы у нас допустим николай терентьев чертит 3d модели у него прям вот совсем отдельные задачи которые которые никто практически не прилеплен кроме меня я являюсь как бы таким каким-то центральным звеном и я к и конечным звеном которые все это в общем-то информацию заносит на сайт вообще знаете еще сделаем давайте с вами попробуем схематично это изобразить потому что если это на пальцах показывать я думаю что не очень понятно будет хотя в принципе тут ничего сложного ты не туда сейчас секунду я если что можете потом перемотать это в конец видео схемы посмотреть и все и закрыть видео так у меня где-то была программка а давайте вот фигме кстати или draw его можно схема сетели фильмы дайте фильме вот я ругался раньше на эту платформу но в принципе ее также можно использовать не для проектирования там веб-сайтов просто а просто как обычную площадку ну там начертить расписать ну короче схемы рисовать и все она бесплатная вот и соответственно да что такое install on next launch все окей в общем запускается такая такая приложуха вот я тут уже рисовал это я рисовал для короче ладно так она на английском и не знаю на русском есть нет но без разницы new дизайн файл создаем новый файл и соответственно будем ждать черты чаш так не нужны нам подсказки просто на том дело компьютер а это тут вот у меня новая сайт так мне рабочее место просто ребят дать нет стоп я создал файл файл там не нужен мне же нужно просто схема схема это вот этот фиг джем файл фиг джем файл это как раз файл который в котором ну типа какие-то наброски на джем это типа зарисовки за наброски какие-то да ну вот появляется такая доска короче здесь она разлинована и внизу но какие-то базовые инструменты для того чтобы рисовать вот обучалка не нужно мы с вами берем просто вот фигурки фигурки и так далее вот допустим фигурки есть там прямоугольнички кружочки давайте возьмем кружочек и здесь его разместим через допустим shift ровненьких кружочек посередине вот у нас с вами получается что я я являюсь ключевой фигур которая в конечном счете размещает все это на сайт всю информацию и соответственно ну пока все информации не будет мы ну я не могу это сделать правильно ну то есть вот я как бы раньше делал я размещал там частичку тут частичку там да и потом опять возвращающих задачи не понимаешь вспоминаю что разместил то не разместил над лезть на сайт сравнить посмотреть а а старый информация с корректировкой леновая ну то есть когда вот работа доведена до какого-то определенного эпического момента да она утверждена то есть информация какая-то и передана мне в работу я соответственно дальше как бы беру и все это привожу уже конечному пользователю поэтому можем здесь сделать и входной элемента можем выходной давайте я сделаю вот выходной и здесь даже в конце отмечу что вот у меня даже вот не так она здесь можно да вот так и не кружочек мы заменим здесь вот можно менять да я тут могу меня чего-то могу на прямоугольничек вот это размещение на сайт и все тут мы понимаем что у нас это конечный элемент это уже все размещение на сайта так то пусть будет это лана придерживая такое прямо вообще текст не вместился у него вот что у нас вообще существует у нас существует значит два два ключевых момента это первые работы которые по так сказать сбору контента и созданию контента то есть это что касается текстовой информации и второе это у нас информация идет графическая так это идет графическая вообще в принципе только всегда ну всегда две информации текста графическая то есть все что там 3d модель тоже графика ну вот ну там динамически если интеграция 3d вот как я делаю там это немножечко там может быть с программированием связано в любом случае это все равно график какая вот даже текст можно оформить как графику и да и он будет выглядеть очень красиво и не как графика так стоп это control shift здесь надо вот shift делаем их такие блоки давайте входные блоки у нас это зеленые элементы зеленые элементы текст у нас давайте пусть будет там синеньким вот синеньким и здесь мы пишем это у нас текстовая информация немножко меня плохо слышит микрофон а здесь у нас графическая информация так вот значит у нас идут две эти вещи параллельно то есть у нас если вот здесь вот у нас готовятся тексты и описание для товаров для категории для товаров вот пишем там описание например какие-нибудь что там еще у нас ну там заголовки до заголовки цель там еще может быть ну заголовки описание да вот ну в общем-то нара все что там еще больше никаких нету наоборот было без разницы вот то здесь готовится николай терентьев делает соответственно 3d модели правильно он сначала их чертит вот то есть мы ну как бы у нас нет в так ну в идеале конечно ну как не в идеале был бы там фотограф мы фотографировали нет фотограф у нас мы делаем 3d модели ну вообще в принципе более такой современный современный как сказать стиль это дело 3d модели потому что их не только можно там грубо говоря использовать для получения рендеров давно в том числе и поделиться ссылкой с заказчиком и с каким-то дилером или с компанией с которой проект предстоит да и обсудить саму 3d модель уже виртуальном мире там как покрутить повертеть вот и утвердить может быть соединиться с какой-нибудь продукции все вместе мы теперь понимаем что это передавать технология вот то есть у нас получается что параллельно работы когда у нас готово описание они соответственно у нас заходят на сайт так тут есть как соединить это все вот наверное тут вот эту стрелочку берем отсюда берем или как-то или вот вот так присоединяем к точке и вот сюда ведем да вот и мы назначаем на меня потом правильно то есть когда готов в текст мы раз на меня закинули и соответственно вот тут тоже самое николай отчертил он закомментировал добавил так раз и мне передал соответственно так так ну что ты власть не хочешь ровненько да вот так поставим вот что дальше происходит здесь я не знаю как у вас внутри еще происходит информация кто-то является еще проверяющим все эти объекты понятное дело что на конечном этапе это наталья проверяет здесь где-то в середине какой-то технический специалист который в этом еще разбирается ну наверное максим да то есть марина занимается у нас текст информации николай терентьев графической информацией вот дальше на этапе давайте вот отметим тогда вот так лучше на этапе привет подготовки доме до передачи это в работу мне это этим занимать этим занимается максим так мы transparent сделаем и на ушел на уфил это так транспорта минут она уфил это без заливки да вот так то есть так сделаем вот можем подвинуть эту доску куда хотим тут бесконечные доски вправо влево сдвигать мы можем сколько угодно так вот я к точке не привязал а он мне не тянет вот к точке привязана вот то есть вот на этом этапе у нас соответственно я вам сразу показываю и как бы ехать и хи 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 схемы и инструмент вот потом сами порисуете интересная штука для работы тоже может что-то пригодится вот да можем здесь в принципе написать в серединочке да у нас можно добавить текст там максим то есть у нас максим является контролирующим органом которые все это дело зацикливает и проверяет вот то есть он проверяет вот здесь мы подпишем даже здесь на работ блок можно сверху писать нет тогда надо блок просто поменять на вот такой фолдер так и вот здесь нет ну ладно давайте здесь тоже поменяем на фолдер вот странно почему-то блок нельзя подписать ну я короче я глубоко не изучал инструмент когда часто начнешь работать уже уже больше разбираешься в этом то есть вот сексуона надо то сделаем сексуон здесь подпись можно внутри наверно можно снаружи вот мы просто здесь тогда пометим у нас марина здесь у нас ну кстати я вот не знаю какая техническая информация готовится и тоже марина николай данного здесь вот или уже потом я не знаю здесь вот я вот этот вопрос точно не знаю там где-то марина на это не занимается где-то николай вот в общем так в общем то есть на этом этапе когда вот описание здесь уже готовы максим проверил он их отметил синим задачи что его вот этот вот часть задания готова отметил синим и поставил эти задачи на меня без даты дата не обязательно я все равно потом когда мониторе я прохожусь вижу задача си не значит она готова для размещения на сайт но я пока не приступаю к размещению потому что еще мод 3d модели не синие то есть они тоже здесь я визуально так отметил 3d модели когда я их возьму в работу мне до этого промежуточный еще вариант нужно их подготовить тоже там сделать там загрузите в 3d программу сделать ну там их поправить что потом не интегрировать можно было на сайт отдельно мне сделать в программе рендеров там все эти вот ну я не буду рассказывать долго все это короче рендера получить все это разобрать по папочкам там наложить логотипирование короче перевести в разные форматы которые для сайт нужен и все это тоже подготовить в папочку отдельно и тогда вот у нас с двух сторон будет готова информация и по теперь можно заливать размещать на сайт и вот мы соответственно тоже наталья согласовываем там как у нас на название там раздела будет это да так далее там подобное то есть как все это называется вот и все и конечно у нас задача это вот разместить на сайт то есть вот это вот простая схема по которой мы с вами собственно и взаимодействуем вот дальше все сфотографировали эту схему дальше приступим к задачнику к задачнику у нас задачники есть некоторые моменты но они нужен тут все просто вот смотрите допустим вот у нас какие-то задачи синие какие-то желтые да какие-то может быть будут красные вот я всегда делю три приоритета у нас всего их тут три и больше нету то есть синие то у меня потухшая задача ну то есть как потух и она еще не закрытая но она готова и вот желтая задача эта задача в процессе а красная задача это выполняется то есть горячих задача либо к примут примут к выполнению либо она сейчас выполняется я так их на три приоритет разбил мысленно мне так кажется как бы логично вот кроме этого мы ставим вот прям вот не заморачиваемся давайте сделаем так что везде лейблы ставим внутри проектные то есть не какие-то там вот если у нас там контент готовится сейчас да по проекту антиток мы ставим с сп и аверс на или там еще кучу всяких там лейблов давайте просто определяться что у нас этот лейбл будет либо ну обязательное присутствие лейбла самого проекта то есть мы называем один лейбл антиток допустим по названию проекта ну желательно короткий и один любой ваш который будет отвечать за так сказать и рабочее состояние вот допустим максим отмечает лейбл диму да и дмм до дмм но я думаю им фамилию отчество по инициалу вот это его ли собственной лейбл он серый я его здесь даже не я раскрашивал потому что я как было свои да там кучу у меня там огромное количество лейблов по разум задач я еще цветами делю допустим проекта у меня там желтые соцсети там синие там еще какие-то работы там так далее но чаще всего я использую в основном вот именно проекты хотя в принципе в последнее время они не сильно пригождаются но тем не менее иногда полезно держать и чтобы просто быстренько найти все задачи которые вот именно по этому проекту понятно да то есть как бы здесь ничего сложного вообще нету вот второе вот приоритет тоже здесь по-моему понятно здесь ничего сложного нету я вот поставил допустим общий приоритет этой задачи ну вот допустим я зашел сюда да я общее приоритет задачи поставил синий и вот теперь я в общем списке вот этих всех задач я вижу что скорее всего это задачу уже вся готовая внутри можно и ее приступать к размещению на сайте то есть это вот этот тот момент когда он дошел до меня вот еще конечно можно будет от максим получить комментарий что все окей зачипись и погнали то есть максим проверил тут вот все ссылки соответствующие тут все проверено вот тут я вот уже закрыл задачи которые сделал рендеры то есть предварительное сначала скачал все 3d модели отметил задачу готовый за николаем терентьевым сделал рендеры подготовил закрыл задача вот вот николай мне тоже пишет здесь все лестницы раздел готов допустим да я соответственно забираю за ним задачу эту закрепленную отмечаю она у нее тоже в отчет может попасть вот и все максим когда даме до добавил их может синим отметить и соответственно поставить все описание все готовы также как николай описание все готовы к размещению на сайт проверены или готовы ли готовы там да или там можешь написать что 3d модели верные там ну короче вот понятно да идея и вот в принципе вот это раздел вот это готовы я знаю что я подготовил все кантинографический я знаю что там есть описание я знаю что все это проверено теперь можно его размещать на сайт вот и переходит вопрос к дате когда размещать то есть у нас несколько параметров одних один из них это дата когда размещать вот это вот этот раздел вот это это либо я определяю либо определяет наталья там по срочности да я определяю по загруженности если у меня в это ну как сказать есть свободное окно в пласте работ я соответственно туда помещаю эту задачу то есть я понимаю планирую до сколько мне там не нужно затащить всю эту информацию на сайт либо разбиваю дробили дроблю ее сам там по каким-то дням по чуть-чуть по делаю вот я могу в принципе каждый вот это вот задачу так сказать просто разбить по датам вот то есть история со временем это вся история моя вам не надо заморачиваться по времени поэтому просто во всех задачах убираем время все задачи убираем время кроме тех задач когда вы их закрываете сами но вы практически не закрывайте сами задачи то есть вот временной интервал смотрите ну вот допустим там николай 13 марта сделал эту задачу верни как он не сделал он мне в комментарии написал что там сейчас я покажу он написал ссылки вот эти да и все и начал делать другие задачи до 12 марта я 13 марта открываю соответственно эту задачу его смотрю ссылки беру скачиваю все на компьютер себе и ну вообще в принципе здесь вот еще в комментарии я пишу обычно сейчас забрал забрал то есть чтобы тоже для себя отмечать что вот это все я забрал вот и задача готова готова николай свою задачу сделал начертил модели я соответственно ставлю и при синий то есть задача готова я дату не меняю то есть ну как со вне если дата нет я ставлю 13 то есть число когда я это все когда вот он сделал можно был 12 на 12 задним числом нельзя за дату ставить я 13 поставил дальше задача висит на на нем вот остается на нем как его фактически завершенная задача вот ему конечно можно было здесь тоже называть не 3d модель и чертежи изделия а 3d модель чертежи изделия lspd евро чтобы потом в отчете когда он будет формировать она отличался то везде выпадут 3d модель 3d модель 3d модель чертежи изделия вот я сейчас это сообразил уже и так делаю то есть я вот сейчас мы ведем проект ну вот эти вот как и поздравление да я так пишу сразу имя фамилии отчества потом пост в vk пост в инсту пост в telegram и у меня когда отчет формируется там весь список этих будет имя фамилии отчества да и они будут отличаться вот и весь объем будет виден вот то есть все задача за николаем я закрыл и дальше я смотрю так здесь еще вот допустим есть готово все давайте сейчас другой пример где это не готово вот к примеру давайте следить ну да вот следующих пусть будет лестница вот здесь у нас что произошло здесь у нас тоже самое николай сделал задачу сделал задачу я все это забрал на следующий день отметил ну единственное лейбл и не проставлены но сейчас я подставляю проставляю всем тоже вот и задача отмечена оранжевым цветом то есть она пока в процессе доработки то есть вот к этим задачам еще не приступали но как бы нужно в ближайшее время сделать да не 17 февраля то висят лестница стекла пластика ну тут описание просто вот и когда они появятся марина просто эту задачу эти задачи все проставит на меня или просто может даже оставить на себе кстати я могу и потом вот это все разместить и создать новые задачи под задачи верни да размещено на сайт и отметить их сделанным за собой вот если вы хотите чтобы еще вот можно было бы отчета выгружать вот так в таком виде то можно вообще в принципе не меняйте исполнителя задачи то есть мы конечно вначале как бы там обговаривали и пришли к единому мнению что мы задачи там друг другу как-то делегируем и так далее но если вы там у вас как бы получается внутри компании там отчетности у меня на внешняя отчетность поэтому мне чтоб фиксировать вот эту всю работу и деятельность мне соответственно надо какие-то задачи за собой закрывать задачники вот а так в принципе если бы конечно у нас еще позволяла не 300 задач впритык да чуть побольше было бы тогда можно было бы создавать за каждым свою собственную задачу и не не делегировать ее закрывать за собой то есть ну как сделал задачу оповестил в комментариях из проверяющего если нужно до либо завершил задачу а потом уже когда будет в конце месяца отчетность просто ее в список вывелся из задач здесь завершенных и вот получил отчет вот вот у меня допустим отчет по аверс электро там более 900 около 1000 строк в каждый месяц там огромный ой строк говорю тысячу завершенных задач там сейчас много очень конечно меньше но там seo сейчас идет так ну в общем когда марина начнет эту задачу делать то скорее всего она ее либо там красный отметит на дату поставит как она будет делать вот я так делаю либо она и сделает и сразу поменяет дату то есть или уберет дату и она уже не нужно будет дата на просто поставить ее синим то есть она когда сделать ссылку текст и так далее спроса синим сделает и все вот и здесь уберет общую дату задача вот и общую задачу поставить на меня не каждую а общую ну каждую тоже можно поставить там если захочешь только без дат пожалуйста то они меня в этот день вылезут и вот или смотри как как удобно просто если если поставишь я просто потом сниму эти все равно дать снимать буду по-любому потому что я не могу в тот же самый день делать эту работу а если ты дату не поменяешь она мне вообще в истории в старых задачах не исполнит незавершенных вывалится все равно вывалится в разделе today и у меня там ну когда там порядок все это дело потом туда попадает кучу всего непонятного у меня сразу возникают вопросы вот ну я начинаю убирать эти даты вот но я думаю что понятно все здесь в принципе ничего такого сложного нету вот к примеру да вот все синие вот эти наверно к исполнению сейчас проверим заходим штанги так описание есть да есть 3d модель готова ну кстати вот мои 3d я сделал так я почему-то в отчетах суда но не внес что я их сделал я это добавлю позже вот штанги сейчас и секунду на другом экране посмотрю в этом на яндекс диске так новый каталог каталог антиток штанги изолирующие какие там шоу 1d 10 д шо шо до шо 1d 10 д 35 110 и 110 а где 220 а вот она улетела почему тут далеко ну скорее всего а ну да просто там и слова изолирующая нету поэтому так мы сейчас вот здесь так проставим здесь 20 все по порядку ну фактически я могу сделать следующим образом тогда так вот раз два три 4 5 могу конечно просто дублировать эти задачи но я сделаю так добавить сюда он здесь вставил все просто тогда потому что я скопировал папки на компьютере control x я опять когда вставляю он мне предлагает уже текст нормальный вставить в виде пяти задач я их вставил сюда и сюда пишем так мы пишем сюда подготовить графический контент так мы это вот этот копируем и вставляем так что-то не получается в начало контент 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 и все до сейф вот все мы здесь вот проставлю задачу теперь кстати вот если я я где-то давал информацию до про если не смотрели про дополнительный плагин который проставляет метки из главной задачи вот допустим она у нас сейчас синяя на меня дата не назначена лейбл ставим анти ток анти ток все у нас по этой задачи проставлены основные метки и нам надо чтобы здесь вот у всех так проставились ну не за куни закрытых у закрытых не про ставится уже вот вот такой есть плагин таск алтар если найдете там есть где-то у нас в общем чате информация по нему я делаю и play эти бьют стуса об таск то есть применить атрибуты к под задачам и вот он мне отмечает что применить ну по умолчанию меня все устраивает там все проставлю и все и он соответственно их отмечает пишет success applied все он их отмечает что они ну как бы сказать ну проставляет отмечает свои задачи которые я уже сделал я их отмечаю естественным образом они я прошлым числом не могу уже сделать и теперь они войдут в отчет этого месяца хотя должны были тогда ну тогда если не вошли значит логично что в этот вот и здесь остаются вот эти задачи они все сделано нормально как бы назад вот вот этот раздел готов к размещению вот дальше мы смотрим вот следующий допустим на тут та же самая история только здесь я уже все это дело отметил здесь я молодец шоу это почему-то я поставил там чуть не поставил но не знаю не успел на просто ну да 27 марта там уже сбора были старты и сбора вот и вот здесь вот мне не нравится вот эти вот тысячу они не нужны понятно что это будет на два сайта главное что у нас проект анти ток вот поэтому мы тоже самое сделаем делаем через так task help этот и у нас вот эти задачи меняются как надо все это у нас тоже значит готова вот кстати если интересно тут можно еще по задачам переходить вот этими стрелочками вот внутри блока внутри тема тема вот здесь я вижу тоже не отмечено но у меня задача уже это все готово вот и здесь тоже вот а здесь вот на история наоборот вот тут вот готовы все соответствующие изделия описание а 3d модели еще нету ну вернее они есть но не все я помню какие-то дела частично на есть скорее всего вот эти шоссе сейчас посмотрим папка открыта шосс до 10 10-15 он идет у меня 35 до и 110 до кстати это все уже на диске на диске вся информация есть сегодня еще добавлю туда еще там 40 изделий и потом еще еще 20 сегодня делаю все это добавляю в папку так но мы сейчас их тоже добавим тогда сразу тянем париться долго что еще можно еще можно знаете как хитро делать вот допустим допустим нам нужно сделать вот к этим всем графический контент да можем вот так вот выделить все ну вот как то так потому что он все выделил дальше мы можем открыть какую-то там закладку так я тут конечно подготовил новый ролик снять по поводу ютюба ладно боксом удалим удалим и вот здесь вставлю то есть вставил видите как криво да тогда мы ну в любой в любом брал в любом там борде или где-то мы можем вставить просто на значение у меня здесь вот стоит согласовать он просто как значение идет и все фактически я могу так подкорректировать чуток вообще в принципе если вот этих не будет в названии всех то он ровно просто это не название вот то есть можно вот так сделать так сколько там сделает всего раз два три четыре пять шесть семь штук вот то есть у нас чтобы не писать каждый раз быстро вот это как называется как это подготовить контент я копирую слово штанга нажимаю control f это поиск в любой программе control f это поиск слово штанга ищу и допустим вот здесь вот ну вижу что слово штанга к нему привязаться могу я его хочу это слово штангу заменить заменить на что а заметь его хочу на на подготовить графический контент слова и так и слова штанга сюда чего ставим чтобы но как бы она осталась бы мы просто слова штанга меняем на подготовить графе графический контент штанга все я заменяю у нас выводятся вот собственно все задачи потом эти задачи копирую и вот здесь вот благополучно добавляем под задачи семь штук вот когда мы их добавили 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 мы их у нас кроме одной задачи все эти задачи они могут быть одинаковыми вот такими да мы соответственно берем отмечаем и плаваем кроме вот этой задачи то есть вот эта задача она остается на николай терентиев она красная даже она не красная она оранжевая и мы можем отметить задачи которые уже готовы вот эти 10 до 35 до и 110 до а вот эти задачи которые оставшиеся да мы их помечаем тоже оранжевым ну то есть у меня модели пока нету поэтому я жду николай дочертит и тогда весь раздел будет готов к размещению все вот я сейчас все это проделал это конечно нудно наверно звучит но если вот за этим сейчас проследить за всем процессом начиная с самого начала там с графика то мы сейчас все поймем очередность роли и как задачу отметить и когда ее передать и так далее и тому подобное ничего сложного нету даты не проставляем никакие не нужны даты даты и проставляю я или наталья когда назначает работы все дальше уже задачи по датам ну уж планик вы же не можете запланировать за будущем кто вот сотрудник будет делать не можете запланировать я могу свои работы запланировать как конечное звено когда буду размещать вы можете себе запланировать без проблем но погода когда вы задачи если передаете кому-то вы передаете без даты вот плат простая логика все надеюсь здесь все понятно ничего сложного нету я эту схему с фигмы соответственно вам приложу в ролик и вставлю его в качестве обложки и также скину в общий чат для того чтобы мы могли им пользоваться вот я возьму дальше за скриншотчу шотчу и шочу так возьмем весь экран а там я потом от поташоплю вот а потом мы его от поташопим ну мне соответственно чтобы вот это вот края подрезать там туда-сюда и туда и сюда так сейчас мы сразу загрузки скинем комар ловились так все на этом ролик я буду завершать и в общем если есть вопросы пишите тогда какие-то может быть предложение есть комментарии или нового введения может какой-то новый инструмент который там нас еще больше автоматизирует в процессе работы но пока то я вижу вот такой вот процесс и мне кажется он легкий оптимальный без заморочек всем пока на связи а а